Всем привет! Хочется сказать несколько слов по поводу настройки автоматики электроники D1.0.12. Значит вот от этой электроники привод электропроигрывающего устройства. Вот этот винт, который мы регулируем автостоп. То есть когда тонаром подходит влево-вправо, эксцентричный винтик, значит происходит изменение положения рычага. Вот здесь вот под резиновой заглушкой тоже находится одна регулировка. Это как раз вот тот момент, сколько у нас подходит тонарм на свое родное место, скажем так. Это спрятано под резиновой заглушкой. Значит это у нас компенсатор скатывающей силы регулируем. Там у нас есть кружинка. Остальные моменты по автоматике сейчас посмотрим с нижней стороны. Откручиваем шесть болтов. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. И аккуратненько поднимаем вверх и снимаем рукоятки. Все с обратной стороны у привода всей рукоятки снизу поснимали. Аккуратненько приподнимаем этот наш автоматический блок. Так вот, обратите внимание, этот эксцентричный винтик влево-вправо поворачивая его, соответственно меняется положение рычага. Обычно он болтается, сняв стопорную шайбочку, аккуратненько выведя отсюда вот из-за цепления, потому что надо как бы подвернуть немножечко. Снимаем. Два раза стукнули молоточком, сделали этот узел немножечко жестче. Вот, говорю, был разболтан здесь болтик и рычаг на одном месте не фиксировался. Поэтому автостоп постоянно сбивался. Следующий момент регулировки, настройки, это вот подвижные болты крепления микровыключателей. Тоже имеют подвижку вперед-назад для того, чтобы подвинуть выключатели ближе либо дальше от нашего рычага. Тоже пришлось здесь немножечко с ними покрутиться. Почему? Потому что одновременно как бы оба недовключались. Сначала включался один, и второй то включенный, то выключенный. Была такая вот оказия. Значит, чуть-чуть подвинул, соответственно, рычагом оба выключателя стали включаться четче. Вот, проблема отпала. И непосредственно на самом тонарме, вот, компенсатор скатывающей силы. Вот, привод его эксцентричный, этот молоточек. Значит, пришлось выкрутить этот винт и почистить состояние этой оси. Немножечко смазал. Сейчас все это легонечко, красивенько, хорошо бегает, спокойненько, без всяких усилий и заеданий. Ну, вот, как бы, в принципе, и вся нехитрая автоматика этого механического устройства. При сборке смотрим, чтобы вот этот вот поводок, скажем так, тонарма, да, попал у нас между вот этими вот, вот, двумя рычажками. Все, больше хитростей нет. Направляем в свои места все это дело и собираем в обратной последовательности. Более-менее автоматика работает. Сам ставит тонарм, сам снимает тонарм. Как-то так. Других вот таких вот, скажем, хитростей я здесь не нашел. Всем удачи! Вот переключатель скорости 3345. Значит, что с ним произошло? Вот он лопнул, треснул, да. Какой я предлагаю ремонт? Значит, аккуратненько паяльничком я сделал канавочку по периметру, по всему кругу. Вот, сейчас, значит, отрезал одну петельку вот от такой пружинки. И сейчас хочу в этот паз ее сверху вот сюда вот так вот одеть. И она, по идее, мне должна держать мой пластик. Сейчас попробуем это сделать. Вот в этот паз одели в канавку вот эту вот пружинку нашу по наружу. Вот в таком положении относительно трещинки до самого края. И получили, в принципе, еще вполне работоспособный узел. Я подошел к этому вопросу так, кто-то может по-другому. И вот этот узел на своем месте вновь выполняет возложенные на него функции. Еще лопнул рычаг пуск-стоп. Точно так же пластиковый в этом месте, да. Вот видно, что мы его обняли проволочкой, медной проволочкой и поставили такой же мочек. Значит, предварительно надфилем, сделав канавку здесь, можно точно так же паяльником аккуратненько, либо надфилем. Проточили канавку, охватили сверху медной проволочкой, чуть поджали, подтянули. Снова функциональный пластик. Вон, если видно, трещина идет... Вот, вот она. Вдоль корпуса идет трещинка. Отверткой я ее показываю. Вот так победил я эту трещину на этом рычаге.